Здравствуйте! Вы смотрите программу «Дело раскрыто». С вами Юлия Руднева. Как предотвратить несчастные случаи выпадения из окон, мы расскажем в этом выпуске. По данным МЧС России, ежегодно в стране из окон выпадают около тысячи детей. 10% несчастных случаев заканчиваются летальным исходом. В теплое время года очень хочется открыть все окна нараспашку. Однако это может быть опасно, особенно если дома есть маленький ребенок. Детская любознательность без родительского присмотра часто приводит к происшествиям. Всего за одну из первых жарких недель в Ульяновской области произошло сразу два несчастных случая. В железнодорожном районе областного центра на улице Хрустальной с балкона третьего этажа многоквартирного дома выпал двухлетний мальчик. Он проживает с маленьким братом, мамой и бабушкой. Но, к сожалению, мамы в момент происшествия дома не было. А бабушка отвлеклась на домашние дела и не усмотрела за внуком. В этот день малолетний вышел на балкон, поставил лавку к открытому окну, после чего произошло падение. Ребенка госпитализировали в реанимацию, где ему поставили диагноз ушиб легких. Сейчас все хорошо, мальчик идет на поправку. Прокуратурой проводится проверка полноты и своевременности работы органов системы профилактики безнадорности и правонарушения сочинолетних, по результатам которой будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Аналогичный случай произошел в Димитровграде. По данным из открытых источников, пострадал двухлетний мальчик, проживающий на улице Свирская. Ребенок выпал с балкона, облокотившись на москитную сетку. Прокуратура города Димитровграда по факту травмирования малолетнего ребенка вечером 22 мая 2023 года в результате падения закона на пятом этаже на квартирном доме организовала проверку соблюдения органов системы профилактики безнадорности и правонарушения неослушивания, требования законодательства об охране жизни и здоровья детей. Ребенок остался жив, но находится в тяжелом состоянии. Он впал в кому. Переломы, ушибы, сотрясения и другие полученные при падении травмы могут спровоцировать серьезное заболевание у ребенка в будущем. Это всегда очень серьезные последствия для здоровья ребенка, которые могут не проявиться в данном конкретном ситуативном случае, временном периоде, но потом однозначно все это будет выходить наружу и проявляться. Будет и гипоксия может развиваться, повышенная утомляемость у таких детей. Родителям и опеку нам стоит помнить, что за все травмы, полученные их детьми, они будут нести ответственность. Если такая ситуация произошла, безусловно, отсутствие родительского контроля это есть недобросовестное исполнение родительских обязанностей, за которые предусмотрена административная ответственность по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях. Предотвращением несчастных случаев занимается аварийно-спасательный отряд. Они прибывают на место происшествия в кратчайшие сроки, однако иногда и этого недостаточно для спасения жизни и здоровья людей. Как уберечь своего ребенка от несчастного случая и обезопасить свой дом, нам расскажет спасатель первого класса, Китаев Александр Владимирович. Александр, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие защитные устройства существуют для окон, чтобы предотвратить несчастные случаи? Самое распространенное защитное устройство – это вся возможная фурнитура, которая ограничивает открывание окон. Вот, например, вот такого. Легко устанавливается на пластиковые окна и не дает случайно открыть окно больше, чем, скажем, 10 см. То есть в данную щель уже ребенок никак не может сам пролезть. Но для проветривания это вполне достаточно. Вот это тоже различные модификации. Также еще бывает устанавливают вместо стандартных ручек – ручек с замочками. И ключи должны находиться в недоступных для детей местах. А для деревянных окон есть какие-то специальные устройства? Они предусмотрены? Как правило, на всех деревянных окнах у нас есть шпингалеты. Как правило, сверху и снизу. То есть самое банальное – это закрывать окна на шпингалеты. И самое главное – лучше на верхние закрывать, потому что ребенок обычно не может достать до верхнего шпингалета. И открывать просто форточку. То есть окна надо, чтобы были закрыты на шпингалет. Это основное на старых окнах наших деревянных. Кроме того, спасатель еще раз напомнил, что москитные сетки не являются защитным средством от выпадения из окна. Москитная сетка, если разобраться, крепится только на пластмассовых маленьких держателей, которые не рассчитаны на вес ребенка. Они рассчитаны только на эти 100 грамм или сколько она весит, москитная сеточка. И когда ребенок думает, что это безопасно, очень часто опирается на нее ручками и вываливается вместе с москитной сеткой. Очень много таких примеров. И желательно не думать, что это хоть как-то поможет. Это даже наоборот. Я считаю, что это как бы обманывает разум ребенка. И он думает, что он на безопасности. Он думает, что это как стеночка. Для предотвращения случаев выпадения детей из окна МЧС и аварийно-спасательная служба рекомендует, если дома есть дети до 10 лет, то ни в коем случае не открывать окна нараспашку. Устанавливать на пластиковые окна специальные устройства, съемные ограничители, либо ручки и защелки на замках. Закрывать деревянные окна на верхние шпингалеты. Не оставлять маленьких детей без присмотра, а тем более одних дома. Внимательно следите за каждым шагом вашего малыша, чтобы избежать несчастных случаев. На этом у меня все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова